Между тем, рекордное количество казахстанцев изъявили желание снять пенсионный накоплением. За три дня после того, как в ЕНПФ сообщили о повышении порога достаточности, на платформу поступило более 46 тысяч заявок. Об этом сообщили в Удбасы банки. Там отметили, что несмотря на огромный поток заявок, платформа работает в штатном режиме, без перебоев. Казахстанцы могут использовать сумму единовременных пенсионных выплат, рассчитанную еще по показателям 2021 года до конца декабря. А уже со следующего года порог достаточности возрастет почти в два раза. Такое решение в ЕНПФ объяснили грядущим изменением размера минимальной зарплаты, пенсии и не только. Тем временем некоторые депутаты раскритиковали действия чиновников ЕНПФ, назвав их некомпетентными. Народные избранники считают, что причины, которые указали в фонде, прямого влияния на пенсионные выплаты не имеют. Более того, прежде чем идти на такой шаг, ЕНПФ должен был обсудить это с правительством, заявили мажоресмены. Ни одним законом порог минимальной достаточности не устанавливается. Законом пенсионного обеспечения устанавливает понятие, что такое порог минимальной достаточности, и устанавливает, что этот порог должен быть не ниже минимальной пенсии. Закон о бюджете, принятый недавно, он присматривает повышение минимальной пенсии, но при этом, опять же, это косвенное указание, вот косвенная причина, но прямого определения размера минимального порога в законах не установлено. Для расчета порога существует специальная методика. Эта методика разрабатывается полномочным уровнем, то есть Министерством труда и социальной защиты, и утверждается постановлением правительства. Но более того, даже эта методика, она конкретных цифр не содержит. Конкретные цифры, вот этот минимальный порог, устанавливается решением самого ЕМПФ. Поэтому, когда глава ЕМПФ говорит, что причина в законодательстве, он, мягко говоря, не совсем корректен.